купили на озоне чехол на кресло это типа мужа кресло такое старая типа раскладывается диван и какой диван как кровать типа кресло кровать но она ему типа нравится говорит удобно за компом сидеть развалишься типа на нем но на старая некрасивая кошка его выдрала и вот мы решили купить чехол я начал этот чехол насмотрела на вайлдберрис а потом почитала в комментариях на вайлдберрис то дешевле на озоне правда 1200 рублей этот чехол стоил он тянется очень хорошо я думала и боялась что не натянется но он очень хорошо станется если на что конечно хорошо что жадко но плохо то что можно легко зацепить но еще хорошо тем что раз жадко если зацепил то можно зашить и не будет видно цвета там с разная сейчас я скилочку ссылочку кинула еще кое-что еще там должно кое-что быть я не переживу второго раза все плата а яркость как нехорошо неплохо все давай складывая ну в общем вот такой вот у нас безвальтер получается и три пары трусиков хотя по цвету они конечно не совсем подходит более такой бежевый а эти розовые в общем все это стоило пятьсот пятьдесят рублей это все отдельно продается вот бежать и он такой без чашечек фирма модис ну такого качества средненько пришли в вайлдберрис у нас сегодня такой предновогодний заказ я хочу показать вам корм для кошки который я ей периодически покупаю ну балую скажем так потому что корм такой ну не дешевый но и периодически на него бывает скидка раньше он продавался в ленте теперь в ленте его нет можно увидеть еще в улыбки радуги но не во всех но вот на вайлдберрис сейчас он стоил где-то вот этот 72 по моему рубля а с лососем 76 здесь 190 грамм обычно я и покупаю корм фикс прайсе за 55 рублей 200 грамм какой-нибудь там perfect fit купили ребенку в подарок на новый год ну лично от меня помаду лендусь покажи помаду это помада такая фирма в лаке но она правда от пяти лет но мы будем аккуратненько и и пользоваться стоило 190 рублей а еще я заказала себе купальники я хочу новом году периодически посещать бассейн а купальника нет ну такого достойного скажем так там есть старые которым по уже по 7-8 лет вот купила себе новый купальник но не купила сейчас буду мерить тут спинка вот такая вот ну честно говоря по фасонам нет больше нравится этот нам дороже на 102 тысячи рублей но я понимаю что конечно ткань хорошая да видно итальянская ткань появлена вот конечно мы постарались фасоном интересным но в целом не знаю ну не знаю тут опять нету чашечек да вот это такое такая модель что нет чашечек немножко мне кажется что в этом месте но слабовато для меня вот ну а так нету не скажу что прям слабовато но хотелось бы наверно потуже что ли меньше размера не было это 44 вот тут оболтается нет не очень нравится конечно а так конечно ну нравится но не за 2000 рублей 2000 дорого несмотря на то что итальянская ткань и фасон и все остальное но мне он нравится больше почему потому что ткань приятнее к телу и по размеру мне больше подходит вот есть сомнения по поводу от этой части что она может оттопыриваться в груди да но тут конечно есть лямки их можно хорошо подтянуть вот все остальное у меня вообще попытка была этот купальник купить летом он тогда стоил дешевле он стоил летом 1100 сейчас он стоит 1300 но мне очень нравится его как бы задняя часть сейчас другой стороны покажу то есть это такая вот такие вот как бы стринги и открытая спинка то есть мне это очень в этом купальнике нравится не знаю брать или не брать то что он эффектный очень правда очень эффектный цвет такой яркий минус то что вот в груди нет ставок и вот тут тут может оттопыриваться ну как ты считаешь брать мне купальник брать до красивый он идет маме идет но не знаю ну не знаю хочется взять хочется взять его пришли в магнит рядом с нашим домом так купить чисто куча нибудь сладенького молока сушки так цены у нас выросли в россии и правда все то что по тереку говорят очень выросли хоть и говорят что что-то сдерживают но все равно заметно что очень выросли мы в пятерочке покупали червячков желе раньше стоили 20 рублей теперь они стоят 25 рублей чем мы купили в магните вот у нас магнити рядом с домом продают вот такие паильники они изначально были по 250 рублей потом на них была скидка они были по 170 я купила потом купила в подарок подруги за 120 теперь они вообще по 84 моя взяла еще один почему в принципе ребенок у меня уже ну как бы из кружки там пьет но дело все в том что за 84 рубля это очень выгодно чисто даже вот для меня брать с собой водичку дать вот в таком по имени ки очень удобно 84 рубля это вообще даром он не содержит никаких вредных химикатов тут это не содержит бисфенола в общем короче нормальный такой пластик но очень дешево время скидка никто не берет видимо ну то что это как бы тут детских товаров мало поэтому мало кто видимо знаете такая цена потом прочь и купили еще вакула я очень люблю вату хотя это чисто сахар и блин так и думаешь но вот на сто 16 рублей до думаешь дороговато но с чаем вкусно вот мы еще купили соки тут тоже очень они дешево стоят по 6 рублей по 670 эти соки маленькие если с собой надо взять попить начать молоко стоит 48 рублей но мне кажется в пятерке дороже а то уже как бы более такое молоко мы берем вот это псковская пакетов что сметана подорожала сметана выросла в цене но хотя сейчас вроде сдерживают более-менее творог не кажется рублей на 5 тоже подорожал яйца очень подорожали реально очень сильно раньше можно было купить десяток рублей за 45 вот так вот а сейчас 72 60 63 он конечно у нас принято сразу предприниматели винить пойдем линдусь но вот муж мне объяснял будет это типа все экономически обосновано типа что не просто повышается цена это все зависит от доллара муж не вина не всем предприниматель тоже не виновата что экономика выстроена так что все зависит от доллара вот все закупки то может быть все остальное в долларах поэтому вынуждены повышать да смотрите куда на дерево повесит гирлянду ребята так отражается вообще люди украшают свои окна видно что да где горят всякие огонечки у меня из-за лидара из-за этого когда я быстро пойдем лядусь когда я быстро круче камеры она очень не успевает сфокусироваться вот и поэтому иногда так найти ощущение такой резкой перестройки четкость просто очень высокого как камеры короче я вам рассказывал в предыдущем видео что я поменяю имя ну типа с меню на врать невротичка воли на просто оля из пскова результате я сменила и на заставке сменила видео но через сутки я просто понимала что должна вернуть название канала ну то есть заставку и оставила прежнюю как бы более из псковая название самого канала я вернула опять на невротичку олю почему потому что я поняла что если я сейчас изменю название то полностью поменяется смысл и концепция канала я не хочу от нее отходить все-таки это я да и основной смысл того канала в чем в том что признать в том что я такая вот ну эмоциональная впечатлительная все начинается с признания да как у различных вот этих анонимных обществ ты вначале признаешься сам себе что у тебя вот даст и такой ты принимаешь себя таким какой то есть из этого начинается личностный рост работа над собой ты как бы сама идентифицируешься то есть глупо отвергать тот факт что ты вот такой глупо там стыдиться своего происхождения свои внешности своих предков да там пока ты не примешь это все не примешь себя работа над собой не сдвинется поэтому я решила вернуться к невротички потому что я считаю что это как раз таки отображает суть моего канала суть меня я очень хочу добиться того чтобы название канала не было просто там каким-то хайпом до стёбом чтобы его воспринимали серьезно через свой образ хочу туда биться полной серьезности то есть это не просто из хайп это не просто стёб это вот именно вот я себя так характеризую да я признаю что я эмоциональная что я очень много уделяю внимание вещам которым следовало банда уделять внимание на обращаю на них внимание и через это начинается мой личностный рост только после этого после того как я приниму приняла себя а Продолжение следует...